Ребята, всем привет! Я сейчас нахожусь в аэропорту Майами во времена пандемии. Хочу сказать, здесь не вот что прям мало народу, а так. Ну, конечно, меньше, чем в обычный день, но все равно немало. И работают только продуктовые какие-то ресторанчики, кафешки. И все, конечно, магазины закрыты. Ребят, что-то, по-моему, дофига будет народу в этом самолете. Смотрите, какая очередь. Еще сзади меня тоже много. Итак, включение из города Шарлотт. Это Норс-Каролайна. У меня здесь пересадка около двух часов. Поэтому, на самом деле, я пролетела уже Джексон-Билл, потому что Норс-Каролайна намного выше Флорида находится. И прямых рейсов нет. Поэтому мне пришлось перелететь, а потом сейчас опять нужно будет возвращаться. Вот так вот все магазинчики здесь закрыты. Людей здесь гораздо меньше, чем в Майами. Так тихо, спокойно. Ребята, у меня уже эта маска натерла ухо. И вот здесь вот, если видно, она у меня просто держится на последней ниточке. Она сейчас упадет. А сейчас я взяла кофе, потому что я встала сегодня очень рано. А, ну да, надо снять. Встала сегодня очень рано, поэтому так спать хочется. Как вы думаете, они все в курсе, что карантин как бы и летать на самолете нежелательно? Только по essential needs. Essential needs — это типа жизненно важный. У меня жизненно важный перелет. Ну, наверное, у остальных тоже. Но очень народу здесь что-то очень. Я наконец-то прилетела в Джексонвилл. И хочу сказать, что на самолете было очень много народу. Я сидела посередине, возле меня два человека. И никакого social distancing в речи быть не могло. И еще какие изменения, значит, всех обязали носить маски, быть в маске. Иначе на самолет не пустят, но могли выдавать, если тем, у кого нет. И также не кормили нас на борту. Так что вот такие изменения, а так все точно так же. Значит, пока я жду, пока меня заберут. Я хочу рассказать о нескольких... Ой, так жарко. О нескольких новостях, которые происходят здесь в Соединенных Штатах Америки. Значит, многие штаты уже потихоньку открываются. Такие как Джорджия, Техас. Так вот, многие штаты уже открывают свои границы. Они на первой фазе открытия. Всего будет четыре фазы. И эти штаты Джорджия, Техас, Кензес, Теннесси, Юта, Монтана, Калифорния. Они уже открывают свои границы. И также, например, вот Флорида, она большая. И вот здесь, в Чексон-Вилле, так как мало зараженных, уже открыли здесь пляжи. Уже открыли здесь многие рестораны, магазины. А Майами, естественно, большой город, там намного больше зараженных. И поэтому там все пока закрыто. Но в Майами, например, открыли парки и через четыре дня их закрыли, потому что люди не носили маски и не соблюдали социальное дистанцирование. Поэтому, ребята, вот вы говорите, типа, в России сразу все поехали на шашлыки и, в общем, нарушать карантин. Так что, знаете, в любой стране таких людей хватает, которые нарушают правила установленные. ФРС печатает деньги, раздает их людям. Очень много всяких программ, на которые можно оплатиться американцам или тем, кто работает здесь и платит налоги, и получить до 4 тысяч долларов. Представляете, это больше, чем средняя зарплата в Америке. То есть, если ты работаешь, получаешь 2,5 тысячи примерно, да, среднюю зарплату, то в карантин ты можешь получить аж 4. Еще одна новость, которая примерно была 4-5 дней назад. Значит, Food and Drug Administration, американская, это типа агентство по контролю за лекарствами и едой, которое одобряет какие-то лекарства. Она одобрила лекарство, которое называется Remdesivir, которое уже пробовали во многих-многих странах и госпиталях. И вот, в общем, уже полторы тысячи, ой, полтора миллиона разослали по всей стране, чтобы дать тяжелобольным людям и посмотреть, вот реакцию, будет ли оно помогать. Если будет, тогда Америка победила коронавирус. Вот такие у меня новости к сегодняшнему часу. А вы со мной уже приехали, так что я поехала. Всем привет! Я сейчас нахожусь в прекрасном городе Джексонвилл, где я провела последние два года. И сейчас я сюда приехала, чтобы собрать свои вещи. Так что моя комната, это полный mess, вообще полный беспорядок тут сейчас творится. Потому что я собираюсь, я, значит, собираю свои вещи, а их, как оказалось, за 4 года накопилось очень даже немало. Вот. Сейчас замечательная погодка. Я, кстати, сидела и экспериментировала с макияжем глаз. Как вы понимаете, у нас сейчас такое время, что мы ходим в масках. И я тут кое-что поняла. Если мы будем ходить в масках, значит, у нас пол лица будет закрыта. Правильно? Правильно. То есть мы вот так будем носить маски. И акцент на губы смысла делать нет. Поэтому нужно делать акцент на глаза. То есть если мы вот так будем носить маски, нужно, чтобы хотя бы глаза были красивы. Правильно? Правда? Правда. Так вот, я экспериментировала. И видите, у меня по-разному накрашены глаза. Здесь много блесток, здесь поменьше. Ну, в общем, смотрю, ищу. Разные варианты. А еще я тут откопала... Короче, у меня есть вот такое вот яблочко красивое. Это яблоко, если вы не поняли. С карамелью, с орешками, с шоколадом. Такое... Полезное в неполезном. Может быть, я вам еще немножко покажу, как вообще мы жили эти... Ну, один год я жила вот в этих аппарментах. То есть вот это моя комната. Вот вход. Я захожу. И все, что надо, находится здесь. У меня вот был целый шкаф. Там свой личный ванно-туалет. В общем, есть все, что мне нужно. Вот такая комната. Дальше здесь у меня жила еще одна девочка из моей команды. И вон там, вон, вот в той двери еще одна девочка жила из моей команды. А вот гостиная и кухня у нас была общая. Да, у нас до сих пор стоит елка с Крисмаса. Не обращаем внимания. Такая прекрасная погода, тепло, так хорошо. Вот здесь вот у нас вход главный. А вот здесь сразу у нас есть своя стиральная машинка и сушильная машинка. Далее. На кухне что мы имеем? Уже все здесь было. Это микроволновка. Это не было, это здесь. Плита, духовка, холодильник. Посудомоечная машина, раковина, но это все понятно. Это все девочка привезла, этого не было. И еще в каждых апартаментах есть такая специальная комната, которая называется пентри. Сейчас свет включим. Сюда реально прям заходить. Это все как бы для сухих продуктов. То есть, например, вот видите, всякие там чипсы, эти крекеры. Ну это, как ее? В общем, все-все сухие продукты, все-все-все здесь находятся. Всякие, может, какие-то специи, в общем. Вот хлопья, все-все-все здесь находятся. То есть, ну, американцы как бы не расставляют вот в такие ящики. Все, у них есть целая комната для этого. Вот, и так в каждых любых апартаментах. Так что вот такая у нас кухня, на которой мы готовили 4... О, 4. Целый год жили вместе. У меня были очень хорошие соседки. Я наслаждалась, в общем, этим годом. Но пришло время уезжать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова